Что-то цевельнулось! Эй! Есть там кто? Миряло, бабуша. Нет! Сковородку! Видишь ли, этот дом всегда стоял пустой. И вдруг в ночь перед битвой приехал сюда какой-то благородный господин в годах. И вошёл как к себе. Стою я у окна, чтобы посмотреть, что дальше будет. Он, должно быть, меня приметил, потому как гляжу, а он ко мне идёт. Схватилась я за сковородку, чтобы, если что, защититься. А этот вежливо так спрашивает, нет ли у тебя, бабушка, берёзовых коры, ягод черёмухи или хотя бы несколько угольков. Нет, говорю, а вы, должно быть, на голову упали, чтобы по ночам такие глопости у людей вы спрашивали. Только вижу, что он совсем меня не слушает. А всё на сковородку пялится, как сорока на ложку. Подолжи, говорит бабушка, отдам с утра. Удивилась я немного, что он там в потьмах жарить собрался. Но сердце-то доброе у меня, вот и дала. Захватывающая история. Надеюсь, она скоро закончится. Под утро в дом приехал ещё кто-то. Но утром вышел только тот, первый господин. Закрыл дверь на ключ, сел на коня, и только я и видела, и его, и мою сковородку. Она старая была, чёрная, от сажи. Потеря-то вроде небольшая, но другой-то нету. Может, ты мне подсобишь, золотенький? Принесёшь сковородку бабушке? Сама-то я эту дверь не открою. А по правде сказать и идти туда боязно. Потому как из-за двери такой смрад бьёт, что я думаю, тот, второй, он должно быть, там лежать и остался. Заказа на сковородку у меня ещё не было. Ладно, схожу поищу. Лучше подожди здесь, на всякий случай. Тело. Понятно, откуда запах. Удушен. Городый. Остальное старые шрамы, как у солдата. Что ты сказал, золотко? Ничего, ничего. Какие-то документы сожжены почти дотла. Но некоторые фрагменты, пожалуй, можно прочесть. А вот когда я сама с собой болтаю, говорят, я чудная стала. Вот и бесценная сковорода. Только от драяной и дочистых. Похоже, нашему таинственному господину нужна была не она, а Сажа, чтобы сделать тушь и написать письма. Ну что, нашёл сковородку? Треснувший монокль. Интересно. Ну что, нашёл сковородку? Прошу, твоя сковородка. Моя? Так ведь она была вся чёрная от Сажи. А в эту я бы смотреться могла, если б хотела. Только уж годы-то не те. Этому господину была нужна именно Сажа. Он её счистил и сделал из неё тушь. Видно, ему надо было что-то написать. Срочно. А другие бумаги срочно сжечь. А-а-а. А тот второй? Мёртв. Позови пару ребят и закопайте его за деревней. Глубоко, чтоб трупоеды не вырыли. И по-хорошему советую. Не говорите об этом деле нильфгардцам. Погоди, погоди. Тебе кое-что в благодарность причитается. Возьми, сыночек, на дорогу. А, поджаривай, если мне на ужин сильно. У меня у меня. А-у-чек. А-у-чек. Amy! А-у-чек. БО engaged моего любимого такое. Теперь помедленнее. Эй-эй! На! Удержи! Глой Райнардфайм! Есть кто? Наверное, на охоту ушел. Следы свежие. Мыслов только что вышел. Глой Райнардфайм! Глой Райнардфайм! Глой Райнардфайм! Говорю как есть. Знаете почему? Нет, но чувствую, что сейчас узнаю. Потому что волки охотятся, чтобы утолить голод, а дикие собаки убивают для забавы. Совсем как люди? Да. Да. Многому они от нас научились. Так почему бы и не жестокости? Я собираюсь на охоту. Где ты нашел нельфгаарцев, которых убил Грифон? А, понял. Вы ведьмак, убийца-чудович. Это о вас в деревне говорят? Ага. Давно у вас неприятности с этими псами? С начала войны. Как солдаты через деревню идут, бабу изнасилуют да задушат. Мужика убьют для забавы, корову на мясо. А дворнягу? Разве что пнут походи. Но избиваются эти шавки в стаи. Голодные, исхудавшие, все в струпьях. А подыхать не хотят. Поздно. Они уже на кого-то напали. Дитер. Знаешь его? Мы вместе служили у помещика. Там, где сейчас войско стоит. Он был конюшем, а я охотником при барине. Но это было до того... Давно это было. До того, как что? До того, как меня выгнали из деревни. Что ты такого сделал? Ничего. Я выродок. Простите, не хочу я об этом говорить. Не настаиваю. Ты что, покажешь, где нашел Нильбеарцев? Ты знаешь что-нибудь об этом Грифоне? Немного. Этот зверь не для меня. Зато ты для него в самый раз. Тут бы поэтому полюбопытствовал бы. Я по лесу тихо хожу. Так что даже Грифон не приметен. Грифон не может скрыть все лапы. Издавали его. Это кинетальный. Приблые. Издавали его. Он не мне пишет. Я так нашел. По месту, это не улучшаем. Это здесь. Один лежал там, у пенька, без головы. Второй висел на ветке, кишки у него свисали аж до... Берегите себя. Я справлюсь. Это не первый Грифон, с которым я имею дело. И, вероятно, не последний. Хорошо, если так. Будьте здоровы. Земля черная от запекшейся крови. Нильфгардцы здесь что-то отмечали, но Грифон их прервал. Лагерь. Следы давнишние, они глубже. Солдаты в доспехах, наверное, нильфгардцы. Место Грифона, точнее, то, что от него осталось. Тело пролежало несколько недель. Он был еще жив, когда Грифон его сюда принес. И долго умирал. Крови, собачьи, человеческие. Останки за несколько месяцев. Сожгли. Это мог сделать только человек. Самка. Личинки в ранах уже вылупились. Значит, она мертва по крайней мере неделю. Выходит, второй Грифон самец. Глубокие колотые раны по всему телу. Она как тях и клювень и следа крови. Она не защищалась. Должно быть, ее застали врасплох, пока она спала. Края клювы стерты в подшерстке седые волосы. Ей было лет 10-12. Грифоны находят пару в молодости. Значит, самец примерно того же возраста. Жесткая кость. Густое оперение. Королевский Грифон. Это объясняет, почему самец, которого я встретил, был так агрессивен. Сперва он напал на нельфгарцев здесь, в лесу. А потом начал рыскать по всей округе. Я сделал все, что мог. Пора возвращаться к Весемиру. КОНЕЦ 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 ну как успехи я кое-что разузнал это самец у него было гнездо в лисьем бару мильфгардцы сожгли гнездо убили самку разбили яйца и решили что дело сделано вечно одно и то же нет чтоб сразу послать за профессионалом все делают по-своему а выходит только хуже крушину я нашел самый раз пахнет сильно скорее уж смердит смотри какой нежный нашелся гнилое мясо гной мочевина обычные запахи деревни помнишь как мы в тритогоре на помойке охотились на ригера ты потом полдня в бане отскребался забудешь тут мы как встретимся ты это всякий раз вспоминаешь ну хорошо все готово дай только знать и примемся за работу больше ждать смысла нет пойдем посмотрим где можно поставить ловушку я уже присмотрел одно место по ту сторону речки есть такие поля и рощица места много и мешаться никто не будет значит там мы увидимся Девушки отдыхают Разговариваешь со своей собакой Это не моя собака, а моего брата Бастина Хотя, теперь уже, наверное, моя Понимаешь, Бастиен бился с черными Здесь неподалеку большое сражение было И с тех пор от него никаких весней Говорил я ему, сделай как я Отрежь себе палец или два Тебя и не заберут А он побоялся Вот холера На твоем месте я бы осмотрелся на поле битвы Был я там Море трупов и трупоедов Слышал я когда-то Что они боятся огня Так попробовал разогнать их факелом Ни хрена, скажу я тебе Если бы не гусар Они бы меня живьем сожрали Послушай-ка Я так понимаю, ты эти мечи Не для парада носишь Защити меня от гулей И помоги найти Бастина А я тебе хорошо заплачу Хорошо, я тебе помогу Только После битвы прошло уже несколько дней Так что шансы, что мы найдем твоего брата живым Малый, очень малый Кто бы сомневался Я хочу хоть тело забрать Чтоб Бастин не гнил под открытым небом Вместе с Нильфами Встретимся на пригорке Рядом с полем А дальше пойдем вместе Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА